Продолжение следует... В принципе, я думаю, может быть, мы еще с вами не закончили, потому что не исключено, что сейчас в процессе работы и настройки некоторых свойств нам с вами придется все-таки обращаться еще к программе Moodbox. Возможно, для того, чтобы что-то подкорректировать, подправить, но посмотрим. Так, значит, вот последняя сцена, к которой мы пришли. И, в принципе, что мы сделали, так это материалы помимо карты нормалей, которые используются, работают, подключили карту цвета, которую в прошлый раз с вами экспортировали из Moodbox. Но сегодня будет, пожалуй, самая сложная часть работы. Это вот настройка материала. То есть наша задача будет смотреть на изображение и анализировать их и пытаться сымитировать эти свойства внутри программы 3D Studio Max. Посмотрим, насколько это хорошо и удачно нам с вами удастся, но будем стараться приблизиться по возможности к тому, что нужно. Но опять-таки, так как мы с вами будем работать со стандартным рендером, то полноценно все абсолютно вещи нам тяжело будет передать, ну, прям один в один, скажем так. Ну, будем стараться по возможности приблизиться к тому качеству, которое нужно здесь получить, то есть в оригинале, каким оно выглядит. Вот, так, хорошо. Итак, давайте начнем, наверное, вот с этой вот зеленой его части. Посмотрим, как ее нам лучше с вами преобразовать, видоизменить, передать. Ну, вот, значит, тут, в принципе, у нас целый набор вещей присутствует. Она глянцевая, вот, на ее поверхности есть блики. Помимо этого, у нее есть еще некие свойства отражения, вот, которые нам тоже, я думаю, надо будет постараться сымитировать. Вот, ну, и само отражение, сами вот цвета, у нее такая интересная структура, то, что под разными углами, видите, он по-разному выглядит. То есть те участки, которые явно вот освещены, где явный вот такой вот блик, как бы, они зеленого цвета, того, который мы рисовали, участки, которые вот уходят туда, идут на спад, они больше темные оттенки отображают. Вот, поэтому вот это вот те вещи, которые нам с вами тоже нужно будет постараться передать. Ну, попробуем, насколько это получится сделать, да. Значит, если мы сейчас с вами посмотрим на нашу модель, ну, во-первых, кстати, имеет смысл рендер немножечко оптимизировать по настройкам, для того, чтобы сейчас у нас считалось все быстро. Вот, что это значит? Размер поставить тоже небольшой, для того, чтобы мы только лишь видели результат. Так, дальше, на второй закладочке рендера, глобальной настройки рендера, мы можем сделать вот что. Отключить пока антиалайзинг, сглаживание, это очень сильно ускорит процесс визуализации, вот. Хоть модель будет не очень хорошо выглядеть пока, но нам этого будет вполне достаточно. Давайте посмотрим. Shift-Q, запускаем рендер. Вот, в результате она довольно-таки быстро у нас просчитывается, меньше даже секунды. Ну, а теперь давайте посмотрим. Дело в том, что сейчас пока мы можем с вами работать с одним материалом, применительно ко всей поверхности, а после, я так уже думал, нам, наверное, придется по ID разделить куски геометрии и назначать мультиматериал с разными свойствами. Вот, но это будет чуть попозже, а пока, наверное, все-таки на одном материале. Значит, от стандартного, наверное, иметь будет смысл отказаться в силу того, что нам с вами нужно получить отражение, а стандартный материал полноценно отражение не передает. Вот, нам для этого нужен какой-нибудь отражающий материал или Ray Trace, или тот же самый архитектурный материал. Вот, возможно, что в архитектурном материале мы найдем какие-то с вами моменты, интересные нюансы. Ну, давайте пробовать, смотреть и получать результаты. Значит, давайте, действительно, наверное, попробуем поработать с этим вот архитектурным материалом. Вот, я сделаю копию этого материала. Дальше мы можем в качестве параметра цвета диффузионного подключить нашу текстуру цвета. Как она у нас должна выглядеть, да? Можем сразу этот материал присвоить нашей геометрии. Ну, и если хотим, можем включить отображение карт. Так, давайте, Shift-Q сделаем рендер. Так, посмотрим на результат. Значит, вот как она у нас сейчас выглядит. Давайте зайдем в настройки архитектурного материала и начнем их менять. Так, цвет у нас задан. С текстуры оберется, да? Можно там диффузионный цвет сделать тоже темно-зеленым. Так, теперь давайте посмотрим другие параметры. Значит, свойства вот рельефа его через Normal-карту, думаю, тоже можно сразу подключить. Поэтому я сделаю копию в Bump Map. Единственное, посмотрим, какая у нас тут сила. 70 была в нашем старом материале. Здесь на втором свиточке, да? Бам, давайте вернем к 70. Так, отлично. Пока работаем только с картой нормальной, потому что она довольно-таки быстро считается. Нам это сейчас и нужно. Вот, все остальные свойства Displacement мы будем настраивать уже потом в финальной версии. Так, хорошо. Теперь давайте вот посмотрим с его бликом и вообще с отражающими свойствами его. Давайте попытаемся сделать свойства отражения. Значит, у нас параметр Shines тут влияет на отражение. Мы, кстати, можем включить фон. Тут, я думаю, нам будет помощника. Вот, если мы с вами начнем увеличивать шайность, то, соответственно, у нас и отражение начнет тоже расти. Здесь вот видно, вот по краям, чем больше шайность, тем сильнее у нас наше отражение. Так, но здесь такого вот явного блика не присутствует. Тут у него, видите, гораздо интереснее. Такое ощущение, что вот этот вот участок у него, который засвечен, он и является его как бы бликом. Блики у нас на этой части вот как бы есть, а вот здесь их так вот явно прямо не видно. Так, а остальное получается у нас темное, да, то, что не бликует. Так, ну хорошо, давайте смотреть, думать, анализировать. Значит, получается так, что он, в принципе, вот на этой вот части, да, мы сейчас говорим пока только о ней, о зеленой части, он должен у нас быть по большей части темный. Вот, а в тех участках, где вот блик формируется, вот он должен быть таким вот желто-зеленым каким-то. Остальные фрагменты темные. Вот это то, что нам нужно сымитировать. Значит, получается, что основной цвет у него должен быть темный для этой части. Поэтому нам с вами, возможно, придется внести корректировки в карту цвета. Давайте зайдем в саму карту цвета, опустимся на светочек аут, вот где есть возможность корректировок, и попытаемся ее затемнить. Вот сейчас посмотрим, чем это лучше сделать. В принципе, любое значение подойдет. Посмотрим RGB-лево, возможно, да, будет ее затеменять. Так, можно, если хотим, поменять тоже цвет фона, то сейчас все на темном будет слабо видно. В принципе. Прямо. Я плщу. Так, есть Вот у нас с вами первый Темный материал Получен, не скажу, что он идеальный Но скажем так, плюс-минус Нам сейчас главное саму систему выстроить После корректировки мы сможем уже сделать Это будет не сложно Главное основу получить Теперь после этого нас будет интересовать Эта вот область блика У нас это параметр Shines Занимается этими вещами Поэтому если мы его усиливаем Или наоборот ослабеваем Соответственно он оставляет и на отражение И на блик Так, нам с вами нужно Ну, довольно-таки большой получить засвет Так, ну, сейчас, ладно Сейчас посмотрим Может даже пока я вернусь Вернусь пока к материалу стандартному Мне сейчас здесь надо Первое вот саму систему отстроить Значит, так Так, 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 так Давайте, наверное, вот что сделаем Значит, немножечко перестроим наш материал Значит, первым делом Вначале Вместо диффузионного цвета Я подключу карту Одна из карт, которая позволяет реагировать На разные вещи На углы зрения На источники Прочие другие вещи Это карта с названием Falloff Поэтому я попытаюсь Вначале подключить эту карту В канал света Вот, карта Falloff Она мне дает возможность Используя два цвета По-разному реагировать На многие вещи То есть, например, вот допустим Так, ну, в нашем случае Надо их поменять местами Значит, вот допустим Темный цвет, да В нашем случае там Это темно-зеленый цвет Это наша одна часть Объекта А, соответственно, светло-зеленый Должен нам давать Эту область засвета А теперь мы можем В типе спада Вот этого Falloff Выбрать, как именно Он будет реагировать То есть, тут есть варианты Вперед-назад Там перпендикулярно-параллельно Отражение по Френелю Shadow Light Вот тоже, кстати, интересный момент Тогда он будет давать нам освещение В зависимости от того Какие участки освещены источниками А какие, наоборот, находятся в тени Так Так Попробуем сейчас немножко кривую подкорректировать То есть, моя сейчас задача То, что я сейчас делаю Я пытаюсь подстроить параметры таким образом Чтобы получить эффект Когда у меня Часть объекта будет темной А центральная, скажем так Часть основная, освещенная Будет светлая То есть, если я настрою Такую карту таким образом Дальше уже в качестве Там параметры в этой карте Можно подключать соответствующие файлы И получать результат Поэтому большая часть Именно вот В настройке Вся сложность тут Именно вот В настройке Значит, помимо непосредственно Самих параметров Которые тут задаются Внизу вот есть настройка Mix Curve Параметр, который дополнительно Меняя график этой кривой Мы можем с вами указать Как именно спад должен сильно Или наоборот Не сильно распространяться Так Ну вот, кстати Тоже такой Интересный вариант Тоже у нас есть засвет От источника Видите Да, такой же Как в принципе Вот тут у нас Формируются Остальные участки Темные Там показывается Другой цвет Другой цвет Так В принципе Граница такая Довольно-таки четкая Она не так сильно Размыта Поэтому 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 Эту форму Тоже будем корректировать Тоже будем корректировать Тоже будем корректировать Тоже будем корректировать Ну вот какая-то уже у нас основа получена. Так, вот уже у нас есть переходы цветов, то есть один более темный, другой более светлый, и реагировать он будет непосредственно на источник освещения. Вот карта Falloff за это будет отвечать. Давайте ее переименуем. Так, есть. Теперь давайте смотрим дальше на наш оригинал. Значит, сами темные участки, в принципе, просто темные, тут особо ничего нету, а вот в участках светлых тут присутствуют тоже как бы два оттенка, видите, оттенок зеленого, и вот тут вот какая-то желтизна такая вот появляется. Да, то есть, это значит, что там, где у нас светлые фрагменты, вот здесь светлый цвет, это у нас, что это у нас, фронт. Map1, Map2, ну, наверное, Map1 это первый, скорее всего, Map2 это второй. Так вот, тогда получается, в Map1, в первый канал цвета, вот сюда, на светлые участки, нам нужно тоже загрузить с вами чередующиеся между собой фрагменты, чтобы там у нас присутствовало два цвета. Вот, значит, это мы с вами можем сделать, попробовать сделать, благодаря, например, карте Noise, как один из вариантов, вот, то есть мы, по большей части, сейчас пока будем все процедур настроить, наш материал, вот, сделать там тоже как-то случайное распределение этой карты, и чтобы некоторые участки у нас то желтым, то зеленым отдавали. Можно попробовать так. Давайте попробуем, то есть я в Map1, включаю карту Noise, шум, да, вот, Map1, Noise появился. Если мы сделаем рендер, вот, вот, в этом вот месте у нас должна быть карта. Так, чтобы видеть, как она вообще у нас работает, можно вначале сделать таким образом, то есть подключить ее просто ко всему каналу цвета, для того, чтобы вообще посмотреть на результат, и это даст нам возможность ее настроить значительно лучше. Может быть, даже тут сейчас нам окно проекции будет помощником. Так, уменьшим я тип шума поменяю с обычного регулера на какой-нибудь фрактальный, у него более сложный рисунок. Теперь, чтобы сделать его интереснее, мы можем воспользоваться параметрами вот этого порога трэш-холда, верхнего и нижнего, если их немножко ближе начать друг к дружке двигать. Соответственно, границы между цветами будут более интересны, лучше будут выглядеть. Значит, также можно параметр Level увеличить, это количество уровней шума сделает чуть больше, и рисунок будет более детализированный. Так, Size. М-м-м-м. М-м-м. Я сейчас пытаюсь получить просто на его поверхности какое-то интересное, неоднородное такое распределение двух цветов, те, которые у меня будут чередоваться. Вот, и поэтому пока просто настраиваю карту Noise, чтобы она выглядела так, как нужно. Так, ну, допустим, например, так. Так, рисунок получен, можем отключить и переподключить сюда диффузионную карту. Теперь, по идее, при визуализации, она, видите, вот в тех местах, где светлая, будет давать вот свой вот этот рисунок. Ну, а теперь, конечно же, надо ее подстроить так, как нужно. Мы можем даже, между прочим, скопировать свет отсюда, пока вставить его вместо темных участков. И его же, а, хотя там желтый, да, второй. Так, и вот у нас получается, видите, что он чередуясь, получаются вот такие вот эффекты тоже, что некоторые участки у нас с зеленым, некоторые с желтым, вот, то есть такая вот тоже неоднородная структура. Ну, и теперь вот посмотрим по размеру, может быть, чуть-чуть все-таки его сделать больше. Так, ну вот, наверное, как-то так. Угу. Так, есть, да? Теперь давайте посмотрим, как эти вещи мы можем с вами использовать дальше. Так, давайте еще переименуем нашу карту. Как бы так назовем. Так. Значит, стандартный материал просто я выбрал как временное хранилище для того, чтобы просто быстрее все рендерилось, потому что архитектурный чуть бы дольше это делал. Ну, и теперь мы можем, я думаю, к нему вернуться и посмотреть, что с его помощью мы можем с вами получить. Значит, цвет мы отключим. Я туда в качестве цвета подключаю мою карту Falloff. Сейчас вот она, как у меня выглядит. Теперь давайте использовать текстуры. Значит, Map 2 в Falloff это у нас темный цвет. Сюда будет использоваться вот эта вот текстура. Так. Так, есть. А вот во втором, во втором нашем, в карте Noise, да, где вот эти вот основные идут цвета, тут нам с вами нужно использовать светлую версию. Причем даже не просто так светлую, а с разнообразными нюансами. Так, давайте будем переименовывать карты. Чтобы потом не запутаться в виде, что у нас находится. Так, я копирую карту мою с шифтом. Захожу в настройки моей этой карты. У нее функция RGB Level. Возвращаю в оригинальное значение, единица. Так, и загружаю ее. Давайте посмотрим в Color 1, где зеленый подключен цвет. Так, есть. Там будет у нас зеленый, таким, каким он и должен быть. А желтые фрагменты, это должна быть та же самая текстура, вот здесь, только с оттенками желтого цвета. Поэтому я снова копирую мою карту. Так, а вот теперь моя задача сделать ее желтой. Так, я сейчас временно подключу к моему стандартному. Снова переприсвою геометрию. Другой материал. Так, и теперь зайдя в настройки этой карты, опять-таки спустившись вот сюда вниз на светочек Output, нам нужно сделать коррекцию. Поэтому я включу Enable Color Map. То есть, в принципе, я бы, конечно, мог зайти в Photoshop, сделать ее там более желтой и так далее, но я сейчас стараюсь сделать такие материалы, которые, в принципе, настраиваются программно. То есть, так называемые процедурные материалы, да, то есть, у меня в основе лежит одна текстура, а в настройках этой текстуры уже по-разному эта же текстура переиспользуется. Вот, то есть, в принципе, это дает мне возможность использовать одну текстуру за основу и дальше все остальное настраивать в программе. Не нужно каждый раз бегать в Photoshop, делать корректировки и получать результат. Хотя можно и так, кому как удобнее. Ну, просто так мы умеем уже делать в Photoshop и корректировать, а вот такой вариант особо так раньше не разбирали. Значит, Enable Color Map включает корректировку текстуры. Вот, единственное, что вот внизу тогда активируется график, идут на здесь два варианта, как мы можем делать корректировку. В режиме Mono, то есть, в градации серого цвета, или RGB. Я выбираю RGB, чтобы получить доступ к цветовым каналам этой текстуры, иначе, в принципе, в Mono режиме я этого не смогу сделать. В Mono я могу максимум, там, ее яркость, контрастность подкорректировать, но не цвет. А в RGB доступен цвет. Вот три кнопки трех каналов. Значит, давайте пробовать получать желтый. Я отключу, например, красный. Это мы идем туда. Так. То есть, я сейчас отключаю каждый из каналов, и смотрю, в какую сторону мне надо двигаться для получения нужного результата. Синий, если убирать, у меня желтизна появляется. То есть, моя задача текстуру сделать желтой. Оттенки желтого явно должны присутствовать. Так, ну, давайте посмотрим, как она выглядит. М-м-м. М-м-м. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok У каждой точки, которая у нас на кривой отображается Вот внизу есть координаты Первая координата его положения по горизонтальной оси Вторая по вертикальной Поэтому мы можем всегда тоже корректировать, если нужно какие-то вещи Так, ну давайте попробуем Попробуем, что даст нам такой вариант Так, текстура получена Можно отключить Перенести ее снова сюда То есть вот теперь в нашем Нойз материале Второй желтый цвет Это у нас вот эта наша новая корректированная текстура То есть Нойз теперь вместо двух цветов использует два файла Один зеленый, другой откорректированный, желтый А дальше результат этого Нойза у нас поступает в карту Falloff В качестве первого канала Где, соответственно, у нас происходят корректировки В зависимости от угла зрения И дальше вот это комбинируется, делаясь темной версией карты И дальше передается в качестве цвета на канал нашего материала архитектурного Присвоим геометрию Вот этот архитектурный материал Сделаем рендер Так, вот как у нас это дело выглядит То есть если Ну, в принципе, желтый, да, неплох Если мы с вами, допустим, отключим Использование карты У нас будет обычный цвет Вот, а при использовании карты У нас с вами получаются вот эти Оттенки желтого Может быть, даже теперь чуть-чуть и подкорректировать Этот желтый Как-то он так усиленно выбивается Я снова захожу в карту Вот сюда на output Где вот эти все корректировки с кривыми делал Как-то он так усиленно выбивается Как-то он так усиленно выбивается Так, наверное, в карту noise зайду Пробую больше дать шум Чтобы немножечко меньше уровней Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Так Вот некая такая база Возможно, она, конечно, далеко еще не идеальна Но хотя бы уже Какая-то приблизительно отправная точка получена Отправная Давайте теперь посмотрим дальше Я вернусь еще вот к этой карте fall off Хочу здесь сделать небольшие корректировки Вот с этими вот границами, уровнями Сейчас у нас, конечно, еще с вами отсутствует освещение А когда оно появится Она тоже внесет к своей корректировке Вот, корректировки И поэтому какие-то вещи, возможно, по-иному будут смотреться Ну, вот Сейчас, возможно, темновато действительно все Потому что здесь как-то чуть посветлее Наша поверхность выглядит Так, ну, ладно, давайте будем экспериментировать дальше Значит, я вернусь к моему орхитурному материалу Вот этот параметр shines У нас надо его посмотреть Давайте посмотрим При изменении его вверх-вниз К чему мы придем Поехали Так. 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 Конечно у нас такого явного блика нету, но... Так. 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 Без него он совсем неинтересно выглядит, если шайны сообщил выключить, убрать в ноль. Так. Так. Вот. А при максимальном значении тоже не совсем оно. Так. Ну, наверное, ладно. Сделаем пока остановку на какой-то такой вот версии для этой части. Вот. В будущем при наличии системы освещения не исключено, что эти вещи нам корректировать нужно будет. Хотя, в принципе, мы с вами можем сейчас попытаться сымитировать все это, чтобы лучше видеть вообще в правильном направлении, мы с вами движемся или нет. так. Я создал новый вид. теперь стандартный материал. Перетащу. Назову его, допустим, ground. Этот материал мы с вами присвоим нашему объекту. Так. Так. Есть. Давайте попробуем сделать несложную систему освещения, для того, чтобы просто хотя бы ориентир какой-то иметь, как будет материал себя вести. Я воспользуюсь стандартным освещением. Сделаю директ, таргет директ источник, который у меня будет имитировать там солнце, например, солнечное освещение. Вот. Подниму его повыше. Так как нам с вами здесь сложное освещение не потребуется, я имею в виду сложная тень, у нас тут не будет полупрозрачных разных свойств, поэтому я включу карту типа shadow map. Значит, чуть-чуть сделаем настройку конуса больше, чтобы нахватывал все объекты. Так. И shadow parameters. Сдадим ей размер пока побольше немножко. Плотность можно, наверное, немного уменьшить. Так. Хорошо. Ну а теперь для имитации можем попытаться сделать skylight. Конечно, опять-таки, он у нас в будущем здорово время визуализации увеличит. Вот. Но посмотрим, возможно, потом и перестроим. Сейчас мне не хочется сильно уж углубляться там в настройки. Так. Render setup. Advanced lighting. Давайте поставим Light Tracer. Это модуль, который у нас для глобального освещения вместе со skylight'ом может хорошо работать. Вот. Видите, у нас сразу как появилась имитация глобального освещения. По-другому его материал стал выглядеть и совсем по-иному теперь воспринимается его поверхность. Так. Единственное, я сейчас чуть его все-таки в баланс некий приведу. У нас сейчас сильный засвет получается поверхности. Так. Давайте мы проверим, кто из них дает сильный свет. Вначале выключим этот источник. Кстати, чтобы каждый раз сейчас не прыгать, давайте один из видов сделаем видами из камеры. Это можно сделать, нажав Ctrl-C. У нас тогда создастся камера. Дальше можно чуть-чуть. Так. Shift-F сделать, чтобы видеть, что будет попадать в область визуализации. О. А вот теперь Ctrl-C для установки камеры в этом виде. В принципе, я даже могу сейчас окна проекции немножечко перестроить, но всем не обязательно видеть все, что нужно. Пусть этот у меня будет вид из камеры, а здесь у меня будет перспектива. О. 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 Их он. О. Их он. так тогда возможно ярко у нас это светит источник так если мы с вами сейчас на рейтрейсинге выключим raytracer да тогда конечно часть свойств очень сильно теряется так а вы теперь давайте мы с вами сфокусируемся на каком-то участке регионе сделаю настройках рендера сейчас так открою остальное мне не нужно и вот посмотрим с материалом нашим как этот параметр шай нас будет себя вести при разных системах освещения это у нас давайте попробуем поставить его в ноль ясно так теперь допустим сто процентов так ну тогда наверно нужно сделать следующее темно немножечко сделать темнее а вот эти светлые участки все таки сильно более светлыми давайте зайдем настроечки темный наш темно карты спустимся сюда снова в коррекцию gb level сделаем еще меньше где-то 0 1 может быть этого темной карте которая здесь видна после появления освещения она стала гораздо светлее вот не такой темный как на оригинальном на оригинальной фотографии модели жука так а светлые более светлыми это мы можем сделать за счет того что в настройках каждой карты например параметр а вот по темам он увеличить или джебе левел увеличить и тем более ярко и стал то же самое здесь и усешествие вот Вот, а теперь тут главная задача будет просто в поиске баланса тех вот настроек, опций, которые дадут тот результат, который нам с вами понравится. Все темные сделают чуть-чуть светлее. Так, а вот эти участки, может быть, еще немножко поярче. Так. 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 таки сложная получилась нодовая структура. Не суперсложная, не самая сложная, но тем не менее вот такая вот благодаря которой мы видим где что с чем взаимодействует и какой результат мы получаем. Вот, ну и вот финале к чему мы пришли. Вот, как выглядит эта поверхность. А,теперь нам нужно сделать следующее, поработать с другими участками. Здесь, наверное, уже будет иметь смысл использовать мультиматериал. Вот для того, чтобы в будущем его корректировать и заполнять так, как надо. Давайте мы его создадим. Единственное, что я сделаю, я переключусь на компактную версию. Одно из интересных моментов, которые появились в 12-й версии программы 3D Studio Max, это то, что мультиматериал появляется без внутренних материалов. Это очень удобно, потому что вы помните, в нодовом версии, если мультиматериал перетянуть, там 10 нод подключено к нему, целая такая вот пачка ненужных связей. Поэтому я здесь сейчас создам мультиматериал. Multi-Sub Object. Пока буду ставить все в минимум. Поставлю там два, например, материала. Теперь этот мультиматериал присвою Жуку. Как-нибудь так его переименую. Давайте снова вернемся в расширенную версию. Нашей расширенной версии мы сейчас его сюда загрузим. Для этого, используя инструмент пипетка, мы возьмем образец этого материала. Так, давайте снова перейдем в полноэкранный режим, чтобы привести все в порядок. Так, я у него отключаю все каналы и в качестве первого канала подключаю непосредственно наш материал архитектурный, который мы только что с вами создали и настроили. Теперь, конечно же, не будет лишним правильно подстроить здесь айдишки. Давайте сделаем таким образом. Я возвращаюсь в поле объект. Alt-Q изолирую на время геометрии. И, соответственно, на уровне элементов давайте присвоим нашей геометрии то, что нужно. Значит, я выделю, присвоим, наверное, всему действительно единицу. А вот теперь те части, которые нам не нужны, будем убирать. Да, вот, например, сейчас займемся крыльями. Давайте выделим их, присвоим им двоечку второй айди. Так, и вот они уже с нами, они уже у нас с вами готовы для того, чтобы мы прорабатывали новый материал. Вернемся давайте к редактору материалов. Так. Вот чем хороша нодовая структура, видите, да? Когда вот материалов целая куча и сложные, такие, как у нас, то приходится, конечно, потрудиться для того, чтобы понять, где что находится, где что, с чем взаимодействует. Компактная версия в этом плане гораздо труднее и тяжелее для восприятия. Так, теперь идем дальше. Следующий материал, который нам нужен, это, как мы сказали, крылья наши, да? Давайте посмотрим с ними. Тут немножечко попроще, в том плане, что здесь просто обычное отражение. Ну, что хорошо, подстроить свойства эти, и все у нас замечательно с вами получится. Поэтому давайте как раз сейчас этим материалами займемся. Итак, значит, в крыльях наших картина будет попроще, в том плане, что там тоже в основе будет архитектурный материал. Можем взять архитектурный. Хотя давайте, может, даже попробуем со стандартным. Может, и этого достаточно будет. Подключим его во второе значение. Соответственно, наши крылья должны будут встать. Так. Интересный момент. Тело наше пропало. Ну, с ним, ладно, не будем пока на это обращать внимание. Так, стандартный наш материал. Значит, давайте дальше. Теперь наша задача... Да, кстати, нам тут, наверное, надо будет камеру подкорректировать, чтобы мы с вами лучше видели, что у нас происходит. Так, и теперь приблизимся. Так. 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 Так, хорошо, давайте начнем работу Итак, значит, в нашем стандартном материале Первое, требуется цвет Мы копируем карту цвета Я возьму вот эту вот зеленую Текстуру нашу Вот так Подключаем ее в качестве параметра цвета Она у нас появилась Да, значит, все-таки придется немножко корректировать Сильно ярко у нас все в финале светит Так, давайте тогда уменьшим Наш основной источник И уменьшим skylight Да, еще один момент Это то, что в этой карте Так же, как и в тех предыдущих У нас Слишком значения завышенные стоят Единичка должна быть Все, я этого не переставил Так, есть Значит, кстати, вот сейчас, между прочим Для ускорения рендера мы можем с вами функцию retrace Вообще отключить Побыстрее все пойдет Хотя light tracer метод освещения тоже не будет работать Вот, но тем не менее нам это, в принципе, сейчас не помеха пока Так, давайте зайдем в наш материал Значит, что мы в материале с вами изменим Первое, у нас шейдер Тип шейдера Можно с блин стандартного Да, изменить, например, на То же самое низотропик Возможно, чуть более длинные у него красивые будут блики Хотя сейчас будем смотреть И вот теперь давайте спекуляр левел поднимем Глотинус Корректируем Значит, здесь тоже понадобится нормал бамп Его можно, я думаю, скопировать с предыдущего Нормал бампа В поле бамп загрузить И в материале уменьшить А, увеличить даже до 70 Ну, вот тут снова будем сейчас смотреть, подбирать Субтитры сделал DimaTorzok Как вариант попробую воспользоваться архитектурным материалом Посмотрим Может, в нем тоже будет какой-то интересный момент Так Все-таки то, что он... А, да, надо включить отражение Все-таки то, что он дает отражение, я думаю, будет, конечно, красивее выглядеть, чем То, что может нам стандартный предложить Но посмотрим Да, конечно, поприятнее Так, а, да, кстати, бамп нужно ему тоже вернуть Так Ну, теперь давайте посмотрим Шайм издавайте немножко уменьшим Опять-таки, мы сейчас с вами некие такие базовые свойства поверхности настраиваем А дальше потом будем еще это в балансе смотреть Потому что сейчас, например, вот этот наш темный цвет от этого светлого принципиально отличается Такое ощущение, что он после тюнинга какого-то Отдельно покрасили крылья Вот, нужно будет настраивать баланс Смотреть, как это выглядит Потому что здесь все гармонично Вот, здесь у нас пока еще несоответствие идет Вот, но будем смотреть Так Ну вот Так, может быть, немного темнее сделать наше свойство цвета Давайте я стандартный уберу Так Так, это у нас крылья Так, и переименуем его Так, а теперь вот цвет То есть, наверное, текстуру немножечко затемним Я захожу в настройки самой текстуры нашей Вот параметры RGB Level Пытаюсь его затемнить Сейчас посмотрим, до какого значения это нам нужно делать Слишком Чуть посветлее Так, давайте снова подкорректируем камеру 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 Так, ну давайте посмотрим вот нашу вот эту темную текстуру, которая у нас вот здесь вот лежит, может ее все-таки немножечко высветлить. Так, не тот ракурс. Так, значит, пока в принципе не то чтобы не нравится, но меня смущает вот здесь очень сильное отражение. Вот, у него такого там нет. Ну, во-первых, да, волосы там будут, но просто это все усложнит процесс рендера. Почему? Потому что отражающие части будут отражать, еще будут волосы, эти волосы должны отражаться. Это все очень здорово подымет время визуализации. Поэтому, наверное, нам нужно с вами пойти в вину и немножечко в сторону. Я вот в параметре архитектурного материала, который вот этой зеленой нашей части назначен, а параметр шайнас, наверное, буду, возможно, вот в ноль больше сводить. Сейчас посмотрим. Или совсем небольшую степень как-то сделать ему отражение, но не такую, не такую сильную. В принципе, вот это и есть настройка материала, то есть бесконечное изменение опции, проверка, изменение, рендер, изменение, снова рендер. Да, вот сейчас как-то чуть лучше стало смотреться. По крайней мере, сейчас крылья как-то гармоничнее с ним смотрятся, то вообще они были, такое ощущение, что сверху просто приклеены. Вот, немного сейчас баланс стал лучше. Хорошо, хорошо, давайте пойдем дальше. То есть, опять-таки, это пока у нас некие такие вот отправные точки, где что должно быть. В будущем потом нужно будет еще делать корректировку, приводить их в норму 100%. Значит, давайте сейчас сделаем еще несколько вещей. Первое, нам с вами нужно глаз сделать, и второе, вот эти вот кончики лапок. То есть, в принципе, 4 подматериала будет у нас внутри нашего многокомпонентного материала. Вот, значит, глаза, думаю, это будет обычный стандартный материал. Вот, видите, вот как приятно работать с нодовой версией, когда все-таки вот ты вот так вот все видишь. Да, сложно, может быть, можно запутаться поначалу, но на самом деле, если вот проследить связи, вдуматься в то, как, что между собой взаимодействует, то все довольно-таки легко и понятно. Раньше в компактной версии все это приходилось делать методом лазения вниз, вверх, вниз, вверх, то есть запускаясь в материал, вот, разбирая, как там тот или иной параметр работает. Так, давайте тогда увеличим в нашем мультиматериале значение. Можем сразу до 4. Так, и немножечко перестроим здесь систему. Да, значит, этот чуть повыше. Этот немножко тоже. Сюда пойдет третий, здесь будет четвертый. Так, тут тоже давайте приводим в порядок, чтобы они не наслаивались друг на друга сильно. Так, вот так, есть. Итак, номер 3 глаз, да? Давайте мы его переименуем. Так. А, господи, ну так уже изолировано, я его изолирую дальше. Глазам, да? Возвращаемся на поле, выделяем наш 1 и 2 глаз, даем им номер 3. Ну и тогда, в принципе, сразу, чтобы потом уже этого не делать, мы можем нашим вот этим лапкам присвоить соответствующие оставшиеся номера. Это номер 4 будет у нас. Так, и то же самое здесь. Так. А, да, это еще не все, у нас же утики еще есть. 4. 5. 5. Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Ага, не тот вид. Так, а теперь нужно присмотреться немножечко к крупным ракурсам. Вот, тут у него, видите, вот такая вот интересная структура, которую нам с вами надо сымитировать. Значит, для этих целей мы с вами... Да, у него, смотрите, сколько, да, волосяной покрови. Тут, оказывается, есть даже вот здесь вот брови. Вот, много всего, не исключено, что придется подкорректировать карту. Так, ну ладно, давайте для начала сделаем нормально, хорошо выглядящую вот эту нашу карту. Значит, тут, наверное, сделаем так. Сделаем view. Камеру без конца не переставляйте, я просто на этот участок вот сфокусируюсь, на этом участке. Так, давайте зайдем в настройки рендера, снова поставим область, сделаем только эту область и в raytracing вернем raytracing, чтобы освещение полноценно работало. Так, отлично. Снова заходим в редактор материалов, вот наш глаз, и нам тут будет требоваться рельеф на его поверхности. Мы это сделаем, используя карту Bump, не будем утяжелять это еще дисплейсами. Значит, тут вариантов несколько. Там, как вы видели, очень красивая такая точечная структура. Я думаю, что это карта Cellular нам попробует помочь в получении вот такой поверхности. Еще разочек, видите, как она выглядит. То есть, noise тут не вариант, они очень структурированы, красиво сгруппированы. А вот Cellular они это похожее может получить, если мы попытаемся правильно настроить. Так, 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 так. Для начала я увеличу их побольше, чтобы видеть, как я буду ее перестраивать. Значит, такой вариант. Ага, он делает такие клетки, а вот этот кружки. Значит, нам кружки и нужны. Так, теперь Spread, разброс. Значит, цвет белый, соответственно, он будет нам приподнимать, создавать иллюзию рельефа. А темный, наоборот, вдавливать. Так, давайте посмотрим силу бампа. Пробуем по касту. А вот теперь размер. Ну, размер надо будет смотреть. Что он нам даст так. Так. Так, ну, тогда попробуем одну десятую. Так, получше, но сейчас она у нас сливается в одну массу, не очень хорошо видно этот рельеф. Давайте немножко подкорректируем нашу карту. Я все-таки возьму и введу вот сюда вот этот серый цвет, который был. Так, и вот параметр Spread попробуем теперь поуменьшать. Возможно, они сейчас плотно довольно-таки расположены. Так. Продолжение следует... Продолжение следует... Смотреть... Продолжение следует... Так, ну давайте посмотрим, как это дело у нас с расстояния определенного выглядит. То, что мы тоже к нему как бы близко подъезжать не будем, прям, чтобы очень уж сильно его видеть, но нам на расстоянии нужен. Вот, поэтому для него тоже нужно будет подобрать значение. Я думаю, что сейчас сила очень большая. И еще один момент. У нас сейчас с вами отключен антиолайзер, сглаживание, поэтому это тоже еще может создавать свои артефакты восприятия формы этого объекта. Продолжение следует... Так, ну я пока остановлюсь на таком варианте, то есть, может, это, конечно, далеко еще не идеальный вариант, но, опять-таки, сейчас моя задача это попытаться в общем выставить, выстроить структуру того, как все должно быть. После нам уже проще будет, когда мы все будем в комплексе видеть, попытаться настроить баланс между ними, что-то, возможно, подкорректировать. Плюс мы под финальную систему освещения еще наверняка будем делать корректировки. Вот, поэтому не имеет смысла сейчас на данном этапе стараться прям идеально получить один в один результат. Вот, пока остановимся на вот такой вот версии. Так, это то, что касается нашего глаза. Давайте сохраним его, у нас, как раз, осталось еще не так много времени, попытаемся вот с лапками его поработать. Значит, здесь тоже система такая, что у нас присутствуют два цвета, чередующихся между собой. Это вот более светлые, более темные. Вообще, в реале это подповерхностное рассеивание, но дело в том, что стандартный рендер его полноценно реалистично получать не может. Это могут только продвинутые рендеры, такие как Mental Rate, V-Ray и тому подобное. Вот, но этот процесс, к сожалению, очень тяжелый, сложен. Он довольно-таки долго считается, очень долго считается. Поэтому мы с вами постараемся опять-таки сымитировать его, просто комбинируя два цвета между собой. Какие-то участки будут более темные, какие-то более светлые. Вот, поэтому давайте, я думаю, здесь нам вполне с вами хватит стандартного материала. Глянем, хотя если не будет устраивать отражение, его всегда можно будет поменять на Ray Trace. Значит, давайте в наших этих лапках вот что сделаем. Во-первых, кстати, можно опять-таки на какой-то области сфокусироваться, чтобы долго не ждать процесса визуализации. Так, а во-вторых, настройку. Значит, что мы сделаем? Мы с вами цветом это дело сымитируем, а потом, возможно, еще и свойства Self-Illumination сюда тоже немножечко добавим. Значит, в параметры диффузионного цвета я подключаю карту Falloff, ту же самую карту, с которой мы с вами уже работали. Так, давайте посмотрим. Продолжение следует... Отлично. Вот, в принципе, то, что нам нужно. По умолчанию здесь как раз и получается. Пендикулярность, параллельность. Так, давайте цветам теперь отстроим. Значит, нам нужен темно-коричневый. Продолжение следует... Так, а края у нас наоборот светло-коричневые. Мы можем скопировать цвета, чтобы получить основу, а дальше их высветлить. Продолжение следует... Так, может быть, отражение по френелю попробовать. Оно более резкое и только на краях будет видно. На основной части не будет наблюдаться. Только для френеля нам, наверное, немножечко придется с вами подкорректировать еще вот кривую. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, то есть, моя задача, видите, я манипулирую этой кривой, хочу получить эффект, при котором бы разница между темными и светлыми была четкой, видной. Продолжение следует... Продолжение следует... Видите, то есть, вот центральная часть его имеет один цвет, а вот края более осветленные. А теперь можно попробовать эту вещь еще, как вариант, скопировать в поле Self Illumination. Самосвечение для того, чтобы тоже этот эффект усилить, возможно. Центральная часть у нас черная, она вообще не светится. Вот, а вот эта должна у нас, наоборот, светиться. Так, есть. Ну, и в самом материале у нас тоже присутствует отражение. Вот, поэтому тоже свойство Specular. Тоже можем задать. Так, вот таким вот где-то, наверное, образом. Так, ну, давайте посмотрим на нашу модель в общем. Сделаем размер картинки чуть побольше. Отключим регион, пусть все считает. Переключимся на виды с камеры. Переключимся на виды с камеры. Видите, оно от разных ракурсов по-разному себя ведет, поэтому там было неплохо, здесь как-то не очень надо будет посмотреть, надо будет, возможно, корректировку внести, найти некий такой компромисс. Так, ну вот, вот к чему мы с вами пришли. То есть на сегодня тогда мы на этом сделаем остановку, как вот такой базовый шайдер. На следующем занятии внесем небольшие корректировки в материал, сделаем уже более точное освещение, то, которое мы будем использовать. Дальше, я даже думаю, наверное, иметь будет смысл настроить систему вот этого волосяного покрова, чтобы посмотреть, как оно в комплексе все. И уже после потом заняться непосредственно финальным балансом, то есть отстроить все под конкретную систему освещения. Вот, и посмотреть результат. Но на сегодня на этом тогда сделаем остановочку. В принципе, довольно-таки неплохо у нас все получилось, посмотрим, как будет дальше. Ну вот, я думаю, что через пару занятий мы с вами придем уже к финалу с этой моделью. Ну, посмотрим, смотрим, как еще пойдет у нас с вами шерсть. Хорошо, ну на сегодня тогда сделаем остановку. Спасибо. 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 Спасибо.